Здравствуйте, господа! Это скорее подкаст, нежели информационное видео по Альфе 3.17, а точнее по лайвстриму, который как раз был посвящен новому обновлению. Лайф на этот раз был записан и записан с присутствием директора Star Citizen Live, Тодда Паппи. Очень много интересной информации от него мы получили, поэтому давайте попытаемся это всё, так сказать, обмозговать, озвучить и не только. Сразу скажу, что есть некоторые вопросы, которые достаточно неумны лично, на мой взгляд. Очень много было, по словам Джареда, вопросов, которые вообще в принципе не относились к формату Альфа 3.17. Но что-то удалось собрать, выйдено и получился более-менее годный контент. Давайте начнём с самого начала. Первое, что хотелось бы сказать, это наконец-то разработчики ввели долгожданную функцию, когда нам больше не придётся замучиваться, мучить себя, вызывая диспетчера при взлёте и посадке. Разработчики наконец-то в новом обновлении ввели функцию автоматического звонка к приезжайшему диспетчеру в космопорте. Раньше нам, конечно, нужно было это делать через Mobiglass, но новинка, кстати, достаточно удобная. Мы её уже опробовали. Исключение является лишь только то, что пока в эвакатском ПТУ вам необходимо находиться в корабле в пилотском кресле, чтобы эта функция работала. С точки зрения, когда вы садитесь, это на самом деле интересно. С точки зрения, когда вы вызываете несколько кораблей для кого-то, это пока будет проблемой, поскольку всё-таки вам придётся залазить в Mobiglass и кнопка быстрого вызова диспетчера, увы, не будет работать. Но в целом, я считаю, такое достаточно сервисное решение, которое поможет игрокам в дальнейшем получить некое какое-то облегчение. Хорошо, давайте переместимся к следующему слоту. Это у нас система дозаправки. У нас появляется новая система дозаправки корабль-корабль. И вот что интересно. Использовать, я напомню, мы будем Starfarer, который, в принципе, когда-то изначально был заявлен как корабль, добывающий топливо. Но вот вскоре он будет не только дозаправщиком, но и мобильной рефанилкой. Но пока в рамках формата 3.17 он у нас будет дозаправщиком. Так вот, топливные баки кораблей будут скорректированы в связи с введением геймплея дозаправки. Это очень важно. Разработчики стремятся к тому, чтобы заправлять топливо, требовалось каждые, ну, где-то 2-1,5 часа. По словам Тодо Паппи, в будущем они скорректируют эти моменты, но пока им нужно получить фидбэк, чтобы как-то определиться. Пока же корректировки будут происходить в формате ПТО билдов. И я думаю, что ближе к лайву все-таки к какому-то результату они придут. Соответственно, вы все знаете, что подобные функции, они корректируются, как это было с медициной. Также, касаясь системы дозаправки на стриме, на записанном стриме, неважно, как это мы называем, был вопрос касаемо, будут ли в игре, в принципе, разного сорта топлива, гидроген, водород, как по аналогии с реалиями 92-й, 95-й. Так вот, в Альфе 3.17 будет только то, что сейчас присутствует, это гидроген и водород. В будущем топливо будет разного качества, с разными типами топлива, это очень интересно, кстати. В долгосрочной перспективе геймплея дозаправки будут улучшены, как и майнинг. То есть, пока мы сейчас в системе дозаправки где-то, ну, Т0, если можно так определить. Однако, вот, кстати, с этим развитием дальнейшего продвижения по этому геймплею придется подождать. К сожалению, пока отвечающая за это команда работает над энергопитанием корабля, что необходимо для инженерного геймплея. Это очень важно, как-то мы с вами говорили об этом. Про инженерку, очень такой глубокий, достаточно проработанный геймплей. В принципе, инженерная составляющая Star Citizen, это неотъемлемая часть, в принципе, всего этого самого проекта. Первая итерация дозаправки реализована сейчас, она уже есть на эваканских билдах. Так как, ну, почему это вводили, логично, потому что в этом году ожидаем... Ожидается, не ожидаемо, а ожидается введение системы Pyre, а за ней, соответственно, технологии статичного сервер-мешинга, технологии SuperPCash и не только. Дальше у нас разработчики отметили, что, к сожалению, владельцы Starfarer не... Ну, дозаправщика, да, не получат никаких дополнительных миссий на дозаправку, в том числе и NPC. Команда по искусственному интеллекту занята разработкой функций, связанных с боем, да, таких как высадка и освоение планет, которые, кстати, необходимы для Squadron 42. Ну, это касается в том числе и сеток планетарных, развития искусственного интеллекта и так далее. Хорошо, пока с заправкой разобрались, перейдем к новому кораблю, который появится в Альфе 3.17, причем, скорее всего, Альфе 3.17.0. Это Hull A. Был задан вопрос о том, что, когда мы делаем логаут Star Citizen, у нас система не запоминает состояние корабля, и когда мы возвращаемся в игровую сессию, корабли обычно принимают стоковое состояние, то есть они не запоминают, там, открытый ли у вас рампа, карго, выпущенный шасси и так далее. Так вот, один из вопросов касался как раз именно этого, потому что Hull A имеет систему разложения, механики разложения этих самых панелей для товара, и люди интересовались, будет ли сохраняться, вот, кстати, эта самая система, да, поскольку, если ее бы не существовало, корабли с грузом, Hull A, соответственно, терял свой груз, люди бы теряли товары и так далее. Так вот, по словам Тодо Паппи, да, они будут сохранять свое состояние, потому что были внесены изменения в игровой код. Система будет запоминать состояние корабля, когда игроки делают логаут. Вопрос, конечно, достаточно интересный, но он все-таки немножко не раскрыт, потому что хотелось бы поинтересоваться, а это только Hull A в соответствии придет, или все-таки это будет больше, точнее, ко всем применимо кораблям. Это очень важно. Окей, следующее, то, что у нас появится в Альфе 3.17, это продажа товаров. Люди интересовались, смогут ли они каким-то образом продавать купленные за Реал айтемы, которые находятся в ангаре, и каким образом циги попытаются убрать этот эксплойт. Тодо Паппи просто сказал о том, что нет, все, что куплено за Реал, оно не будет продаваться в формате Альфе 3.17. В киосках, имейте это в виду, мы сможем продавать исключительно только то, что добыли, либо купили. Также, что касается цены, в патче 3.17 базовая цена продажи предметов будет фиксированной. То есть это уже интересно, поскольку в инсайде разработчики отмечали, что ворота от 90% до 50%. Почему сейчас Тодд сказал, что это будет именно фиксированная цена, мне, к сожалению, непонятно. Кстати, отмечу, что лайф они записывали 17 марта. 17 марта, вот я сейчас сижу за компом, записываю этот подкаст. Он был как раз в четверг. Скорее всего, записывали утром. Тодд более прав, чем та информация, которая была в инсайде, поскольку информацию с инсайда обычно записывают достаточно заранее, нежели вот лайвстримы, да, в том числе. Так вот, в будущем, это касается опять цены, она будет динамично меняться в зависимости от спроса и предложения. Опять же, вопрос будущего у нас, ну, Star Citizen такой проект, где всегда мы смотрим в будущее, в настоящем, к сожалению, имеем то, что имеем. Мы не можем сейчас взять и что-то изменить. К сожалению, моему. Также предметы, проданные торговцами, не могут быть повторно проданы игрокам. При продаже предмета он удаляется из базы данных. Вот тут, к сожалению, я опять расстроен. Почему? Потому что, в принципе, разработчики не добавили каких-то барахольщиков, к которым можно прилететь, у которых хотя бы были какие-нибудь склады, да, склады точнее. Можно было бы добавить тот же самый киоск в Breaking Yard, свалку на Деймаре, да, где там можно было бы все что-то продавать по мелочи и достаточно интересные вещи покупать. А почему бы нет? А почему бы нет? Почему этого не появилось? Ну, сложный опять вопрос, который, наверное, ну, никто не задал. Так, опять же, касаясь вайпов, некоторые люди интересовались, будет ли вайп, и, в частности, насколько я правильно помню, там вайп инвентаря. И тот папе ответил, что вайпов в патче 3.17 не планируется. Да, но если они будут замечать какие-то эксплойты, которые игроки юзают, то это будут, так сказать, точечно обнулять. Ну, они уже имеют возможность, поэтому здесь никаких проблем нет. Так, что касается... Вот это интересный вопрос. Он касался новых кораблей, которые разработчики должны были бы добавить в киоски продаж. Да, у нас есть, существует система, существовала, когда спустя полгода после релиза определенного транспортного средства он попадает в базу данных киоска. Его можно будет покупать за внутриигровую валюту. Потом эта дата сместилась на 3 месяца, то есть условно в 3.15 корабль вышел, в 3.16 он уже продается за внутриигровую валюту. Так вот, за тот период, который у нас сейчас прошел, 3.15, сейчас у нас пока 3.16, у нас появился Redeemer, у нас появились Arres, у нас достаточное количество Argo, Raft, тот же самый появился, да, Hover Quad. Хотелось бы все-таки эти корабли увидеть за внутриигровые деньги. Что-то подобное задали Бейкеры, тот пояснил, что Cyclone MT и P-72 Archimedes добавлены в игровые магазины. Hover Quad и Catlas Steel будут доступны не позднее версии 3.18. Что конкретно кораблей, которые я озвучил выше, увы, информации к сожалению нет, может быть я ее где-то упустил во время прослушивания стрима. Так, теперь касаемо вопроса о том, что разработчики разработчикам точнее задали такой вопрос. Фокус разработки геймплея был смещен на сингл проект Squadron 42. Как это вообще повлияло на прогресс? Очень важный вопрос. Вот все предыдущие вопросы лично для меня да, они были такими все-таки событийными, а вот конкретно эта ситуация она достаточно важная. И тот папе отвечает, что сейчас ключевые разработчики игры в приоритетном порядке работают над Squadron 42. Задачи для однопользовательской компании во внутренней разработке и задачи для сетевого режима не совпадают. Поэтому разработанные функции изучаются на предмет возможности их внедрения в постоянную вселенную. Если это возможно, команды ПУ создают версию функции в своей среде разработки. Ну и также он уточнил, что несколько команд по-прежнему занимаются исключительно постоянной вселенной. Ну это понятно и я уже озвучивал цифры. По-моему месяц назад это было еще в феврале, где чисто 400 человек занимаются исключительно с квадроном и сосредоточены на его задачах. И еще 266 если я правильно помню, ну что-то больше 250 человек работают над задачами, которые параллельны, соответственно, которые должны присутствовать как в Сквадроне, так и в Стар Сити Зен. Хорошо, здесь этот слот тоже закончим, перейдем дальше. У нас интересный был вопрос касаемо реворка, в принципе, как некого события. Так вот, вопрос звучал примерно так. Частый реворк некоторых игровых аспектов характерен только для Стар Ситисона или для других проектов в геймдеве. И здесь тот ответил примерно так. При традиционной разработке итерации немного это цель выпустить базовые функции, а затем исправить баги и соответственно дальше улучшать игровой опыт. Реворк проводится только в случае крайней необходимости. Для Стар Ситизон, который является многолетним проектом с лайв средой, некоторые функции приходится полностью переделывать, потому что их первая реализация была временной или устарела из-за изменений в архитектуре или технологии. Это очень важно. Давайте это расхожее мое выражение. Мы сейчас в принципе говорим о важных событиях касаемо Alpha 3.17 и в принципе то, о чем говорит опять же тот, мы с вами должны понимать, что если у разработчиков появляется новый инструмент, который способен улучшить некоторые аспекты игры, то наверное стоит им воспользоваться. Тут же опять нечто есть иное касаемо тех функций и того функционала, которые разработчики якобы вводят в качестве затычек, как мы здесь уже говорим, потому что первая реализация была временной, то есть затычка. Здесь немножко к сожалению обидно во-первых, лично для меня, потому что непонятно для чего выпускать контент, тратить на это ресурсы. В любом случае мы с вами перерабатывая эту информацию у нас все упирается в деньги человека часы, мы с вами за это платим, лично я уже давно не плачу, не знаю как вы, молодые бэкеры, хотя согласно я напомню вам 15 миллионов поправочка была в видео, я это исправил в последнем видео, которое у нас вышло, там не 25 миллионов сборов было, а 15, то есть достаточно хорошие деньги, эти самые 15 миллионов не хотелось бы, чтобы они просто так тратились, нужно все-таки эти деньги как-то более эффективно расходовались, да, поэтому, но это лайв-среда разработки, увы, мы в таких условиях, и, ну что, если вам нужно что-то иное, ну тогда наверное нам придется сделать закрытую разработку, и не с лайв-средой, то есть прекращать выпуск различного рода патчей, обновлений и так далее, и вот, ну хотя бы там, я не знаю, раз в год обновлять проект, вам это надо, лично мне нет, пока вот просто такая ситуация, я от нее никуда не избавлюсь. Опять возвращаемся к продавцу кофе, вопрос от сообщества звучал примерно следующим, является ли продавец кофе подготовкой к чему-то большему, это вариант баристы, созданный начинающими разработчиками для повышения своего уровня квалификации, какая-то молодая группа разработчиков создала баристу на основе технологии барменов, и эту тему решили добавить в игру, я здесь если честно, для меня здесь какие-то, я почему на секунду задумался, потому что у меня двоякое впечатление, во-первых, фраза начинающие разработчики, молодые, которые типа потренировались таким образом, это конечно все прекрасно, но давайте как-то комплексно к этому вопросу подходить, а не точечно забивать гвозди там, где наверное это все-таки не надо, поскольку насколько я помню, технология бармена, которая еще давным-давно была внедрена в Star Citizen, должна была быть спроецирована на всех продавцов, да, которые у нас есть, не только продавцов, это администратор, это различные NPC когда-то в будущем, но вот конкретно пока в формате продавцов в магазинах они должны стоять, продавать вам шаурмону, продавать буррито, продавать газировку и так далее. Зачем в этом случае вводить баристу? Для меня реально чистый негатив, я не хочу, чтобы на мне разработчики в таком формате экспериментировали, как на игроке, который Star Citizen посвятил, получается, четвертый год уже идет. Как для вас, я не знаю, пишите в комментариях, я почитал, если честно. Хорошо, движемся дальше, у нас слот с продавцом кофе, я надеюсь, закрыт. Давайте поговорим о том, что реки, технология рек, был такой вопрос, сейчас я его найду. да, будут ли предлагать реки другие игровые механики? Да, у нас, напоминаю, технология выходит в Alpha 3.17 и, к сожалению, в виде одной реки. Да, и там был, кстати, еще такой вопрос, насколько я помню, я, наверное, тоже его затронул, человек интересовался, это, очень важно, на самом деле, потому что разработчики говорили, близко к тексту, передаю вам, если реки делаются в один клик, почему у нас в 3.17 всего лишь одна река? Да, хороший вопрос, безусловно, хороший вопрос, и на него нужно было ответить. Так вот, давайте вот эти два вопроса мы берем в кучку, комплекс, и отвечаем. Тот и его слова. Геймплей, связанный с реками, сейчас не является приоритетным, поэтому в патче 3.17 реки не будут предлагать никакого геймплея. Остальные реки будут добавлены в будущих патчах. В формате декораций вводить реки, ну, наверное, это хорошо, безусловно. Но вводить что-то ради того, чтобы что-то ввести, давайте лучше тогда, наверное, нахер реки, давайте вводить дороги. Замените текстуры рек на текстуры асфальта, и раски... Хотя здесь немножко посложнее, потому что я здесь кому-то уже отвечал. Да, человек здесь задавал вопрос по поводу геймплея рек, создания дорог, и так далее. Так вот, лично мое понимание создания дорог, оно такое. Разработчикам в любом случае, чтобы как-то приземлить людей, чтобы они задумывались, чтобы они брали и использовали наземную технику, не летали, да, там, из точки А в точку Б на корабле, да, и не доставляли груз. Во-первых, разработчикам нужно создать огромное количество поселений, да, наполнить их нечто таким ценным, да, постройки какие-то, неописи, хотя бы постройки несколько неописей ходящих и продажный киоск. Окей, первая итерация, да. Соответственно, огромное количество поселений, которые нужно концентрировать вокруг какого-то центра, да, то есть районного центра, будем так говорить. Соответственно, соединять их дорогами и, что самое главное, переделывать систему потребления топлива на кораблях, поскольку нам нужно сделать так, чтобы на коротких дистанциях в атмосфере корабль расходовал достаточное количество топлива, чтобы это было неэффективным, да, летать условно 50 километров, лететь из точки А в точку Б, а потом еще 50 и обратно вот так вот таскаться. Плюс, конечно, стоимость этого самого топлива, она тоже должна быть другая. Еще сюда мы закидываем рефакторинг грузов, точнее, не реворка, а систему рефакторинга грузов. Почему? Потому что при этом корабль должен будет не только учитывать собственный вес, да, и расход топлива, но и учитывать, что находится у тебя в карго, да, корабль это стоит, неважно, либо груз, вес этого груза должен соответственно сказываться на поведении корабля, в том числе потреблении топлива. Соответственно, вот этот вот комплекс, да, он должен просто появиться, чтобы игрок такой, ага, мне выгоднее сейчас сесть на катласе, на вот этот вот населенный пункт, выгрузить оттуда технику, загрузить какие-то товары, и соответственно доставить условные 20 километров проехать при скорости там в 200 метров в секунду опять же, да, проехать условные 20 километров, доставить туда посылку, посылку, нежели мне надо будет гонять туда-сюда мой корабль, который жрет до хрена гидрогена. Да, чисто экономическая составляющая. Это то же самое, когда вот хул-Е, большие хулы, когда вы приезжаете на большую станцию, вы разгружаетесь, а более мелкие кораблики они уже развозят по различным точкам. Такой геймплей он будет в любом случае. То же самое, то же самое, та же самая цепочка, она именно и на наземной технике. Вот как-то так. Поэтому да, чисто реки выходят чисто в формате такого дизайнерского решения, но с другой стороны, я, если честно, не могу понять, хорошо, это технология рек, вы ее отрабатываете, но если она не несет какого-то какой-то механики, а что вы отрабатываете? Разместить реку ради того, чтобы разместить реку, может быть, лучше не стоило тогда ее размещать, если вам действительно не хватает времени, но признайтесь честно, да, что, ребят, да, мы можем сейчас в один клик сделать реку, но мы хотим, чтобы у нас система работала так, чтобы в один клик создавалась целая сетка рек при наличии в той или иной локации водоема, вот и все, в таком случае было бы в принципе понятно Бейкерам, что ребята мы вот делаем так, а не вот так вот, я бы тогда согласился, а когда у вас река без механики, которая, ну, расположена там, где расположена, одна, одиношенькая, и она ничем вообще, она ничего не создает, кроме того, что она есть, ну, вот поставили памятник, ну, вот он есть, ну, хорошо, смотрели, что дальше, так, перейдем к следующему слоту, а именно к тому, что нам Тони Зурвик, Тони Зурвик обещал в Альфе 3.16, но тогда это, как обычно, разработчики, если что-то разработчики планируют на какой-то патч, мы, как минимум, должны это на следующие три месяца переносить, речь про систему кванта, вопрос был таков, нет, это не тот, а, да, вот, какие новости по внедрению системы кванта, и тот ответил таким образом, что в патче 3.17 экономическая симуляция квантум должна устанавливать цены на три вида услуг, ремонт, материалы и топливо, но то, что, в принципе, нам говорили на прошедшем ситконе, да, если кто помнит, в последующих патчах квантум будет учитывать все больше и больше параметров, очень хорошо, прекрасно, давайте, так сказать, масштабировать дальше, вот, чисто я здесь за, это очень важно, дальше у нас торговые киоски, и ряд вопросов звучал примерно так, во-первых, будут ли зафиксированы цену у вендоров на продажу, являя, нет, это не то, о, нет, пардон, пардон, так, забыли, да, все, что я говорил, когда появляются, появятся фильтры для киосков торговых, это важно, да, и сможем ли им получить доступ к краденому грузу кораблей, вот, у меня здесь уже летят в телегу сообщения, скорее всего, Олег что-то постит, отлично, так вот, в патче 3.17 в магазинах будут продавать в целом меньше товаров, чем в предыдущих патчах, а все предметы, которые больше не найдете у торговцев, нужно будет искать в контейнерах, слотах, но, в принципе, об этом было и в инсайде сказано, я тоже это озвучивал, также разработчики осознают, что интерфейс другого киоска не идеален, но его улучшение пока не является приоритетной задачей, то есть, опять, тот самый момент, когда некая заглушка, чтобы просто временно был, ну вы же потратили на это время, ну доработайте, ну доработайте, также касаемо грузов, продажа груза с угнанного корабля нуждается в переделке системы грузов, ну то есть, самый рефакторинг системы грузов, да, после чего можно будет вручную перегрузить товар с одного корабля на другой, или же извлечь груз из уничтоженного корабля, если он пережил взрыв, после чего можно будет вручную перегрузить товар с одного корабля на другой, мы уже много раз говорили о том, что рефакторинг грузов, он, в принципе, подразумевает под собой некое ручное, да, в зависимости от масштабов, конечно, но некоторое ручное пополнение вашего карго, соответственно, соответственно, здесь очень важная составляющая, то технология, которая должна быть в Альфе 3.18, но о ней мы уже будем говорить чуть позже. К сожалению, что касается миссии, новых у нас не будет, нам не добавят миссии. Понятно, по каким причинам куча разработчиков просто была передислоцирована на те проекты, на те задачи, которые необходимо дать Сквадрону. Также разработчики сделали фиксы в сканировании астероидов. Этой информацией я не владею, поскольку я не майнер, но им, нашим старателям, это, наверное, будет очень важно. Также в формате сканирования, я вот, если честно, не понял ответа, почему он именно так был сформулирован, но я озвучу, а вы помогите осознать. Но чтобы убедиться, что нужно ли еще что-то вести, вводить некоторые исправления, цигам нужно дождаться выхода сервера мешинга. Это, ну, понятно, что какие-то вещи при взаимодействии межсерверных связей, при взаимодействии узлов серверов, узлов связи, это все будет требовать тестов, тестов, тестов и, соответственно, еще каких-то элементов изменений. Ну, и как я это понимаю. Ну, и давайте, наверное, о самом больном поговорим про рассинхронный вопрос звучал так. Исправили ждать? Господи, не туда смотрю, простите. Какие новости по улучшению нет-кода и рассинхрона? Вчера было видео, которое было посвящено... Не вчера, пардоните, нет. Пару дней назад, где было четко показано, на примере Star Marine, как работает новый нет-код, плюс-минус, у людей, у которых низкий и высокий пинг. Там разница в... нет, трехсотых, прошу прощения, трехсотых миллисекунд, достаточно хорошая. Ну, вот давайте озвучим то, что сказал тот. Рассинхронизация — это результат компромисса между плавностью движения, без телепортации, да, как у нас это присутствует, или дрожание там предмета, персонажа, и точностью местоположения. В 3.17 они корректируют эту функцию для повышения точности. Я уже говорил, много раз озвучивал, что в 3.17 ПТУ мы сидели, мы все видели, к сожалению. Понять, какие преимущества в нет-коде новом есть, ну, пока просто не представляется возможным, потому что нужно большее количество людей. Соответственно, это лучше увидеть на лайв-серверах, когда это все будет, и при большом скоплении техники, людей и так далее. На каких-то ивентах вот как раз это очень показать. Наша корпорация делает ивенты, и частенько мы можем слышать от игроков, что это рассинхроны, взрывы, столкновения. Я был там, я был здесь, но мы взорвались, это рассинхроны и так далее. Посмотрим, как это будет. Вот такой лайв примерно получился. Остались в стороне вопросы по Gen12, потому что некоторые внедрения нам обещали. Но опять же, обещание жениться не значит исполнять. Так же и здесь. Я думаю, что вопросы по Gen12, безусловно, были. Их не взяли попросту, потому что о Gen12 пока говорить достаточно рано. Он готов 70% где-то, ну, больше половины. Больше, наверное, информации по Gen12 все-таки мы ждем к концу года. Поскольку мы видели, да, вопросы на спектруме, по нему разработчики ожидают прирост примерно двухкратный. Опять же, я все-таки пытаюсь думать, что это относительно топового железа. Топовое железо в начале года, топовое железо в конце года. Внедрение Gen12. Смотрим разницу в количестве кадров в секунду. Как это будет на более слабых машинах. А в большинстве своем у игроков либо старые RX 480, 470, 500. Видеокарты 10-го поколения. Видеокарты не у многих 20-го. И уж тем более не совсем у многих 30-го поколения. Ну, также AMD версия там RX 5000-6000 серии. Посмотрим. Посмотрим. Это уже ближе к концу года пока. В формате этого подкаста это не очень актуально. Ну и давайте, наверное, закончим. Очень такой длительный вышел подкаст. Он был еще чуть-чуть уменьшен. Поэтому я думаю, насколько интересно вам было слушать именно такие форматы, а не мое видео там условное в 10 минут. Очень сухо, все кратко, без размышлений, разглагольствований, без попытки уместить 33 квадратных метра в нечто маленькое, да, то есть большой объем информации в нечто компактное. Не знаю, оценить это в комментариях. Мы посмотрим. Если вам этот формат понравился просто как послушать, то, может быть, будем продолжать в том же духе. А пока не забывайте подписаться на наш YouTube-канал. Зайдите на Twitch, потому что я думаю, что Restream когда-нибудь заработает. Насколько я знаю, они теряют в деньгах. Ну, окей, не проблема. Будем работать по-другому. Обязательно зайдите на нашу телегу. Ребят, мало ли, если мы с вами, не дай бог, потеряемся на YouTube, встретимся в телеге. Там же можно проводить стримы, общаться и так далее. В принципе, очень достаточно удобно. Все, на этом у меня у вам хорошая рабочая неделя. И удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok